потому что в 3d все не так приятно во первых потому что ну вернее основная забота когда выходите в 3d если у вас есть какой-то контур вообще говоря можно не пересекая его непосредственно выйти за область которую его естественно ограничить что вы просто выходите в 3d и вот поэтому вообще качественный анализ двумерных систем и многомерных он вообще-то отличается а вы уж там поставили на записи или как уж хорошо поэтому то что мы сейчас рассматриваем это именно для систем на плоскости вот потому что трехмерных там все уже несколько хитрее и вот все эти функции последовательной панкары которые у нас будут вот тоже это все на плоскости в 3d это не работает вот но собственно если вы вспомните основную часть динамических систем которые мы успели рассмотреть к этому моменту биологически они были на плоскости и в общем то проблем особо никаких не было и так вращение векторного поля вдоль кривой гамма относительно оси и вот напоминаю что система у нас выглядит следующим образом вот а а а и а и и и и и и и и и Вот. И, собственно, вращение мы с вами считали как следующий сорта интеграл. Зачем деленную на 2π? Потому что если мы на 2π поделим, то, в принципе, по замкнутым кривым мы с вами будем получать целые числа. В таком случае. Значит, γd θ, где θ, это у нас с вами угол между, соответственно, полем и осью L. Картинка какая-то такая. Вот здесь у нас с вами ось, здесь у нас с вами контур γ. В каждой его точке, соответственно, мы смотрим, куда направлено поле, куда направлено ось, и вот наш с вами угол. Обычно ось мы брали, соответственно, параллельную OX. Мы, конечно, в конце предыдущего занятия расписали в явном виде, как этот интеграл можно было бы считать. Увидели, что форма так себе, но нас, собственно говоря, в явном виде его подсчета даже особенно интересует. нас скорее будут интересовать свойства этого вращения. Давайте, может, я их спрямую напишу. Гамма, на самом деле, не обязательно должна быть замкнутой. Я сейчас замкнутой нарисовала, потому что мы обычно так считать будем. Вообще-то не обязаны. Давайте, как в предыдущий раз было, да? Аддитивность. Которая напрямую следует из аддитивности, собственно, к кривлевейных интегралов. То есть гамма – это объединение кривых гамма-1 и гамма-2. Тогда вращение вдоль этого контура – это сумма вращений вдоль контуров его составляющих. Значит, вращение для замкнутого контура – это целое число. Причем мы здесь не говорим, это вот гамма, она должна быть в траектории или должна быть просто кривой. Сейчас пока просто кривая. Причем мы здесь не говорим, это вот гамма, она должна быть в траектории или должна быть в траектории или должна быть в траектории. Второе ощущение тоже довольно-таки очевидное, ну потому что у нас либо, соответственно, вращения не было, а если было, то оно, соответственно, происходит на целое число раз, просто из-за того, как у нас устроена наша кривая и поле. Дальше вопрос, будет ли оно положительным либо отрицательным, да, или нулевым. Все зависит от того, что у нас внутри этой кривой находится. Если мы с вами рассматриваем замкнутый контур, в котором, соответственно, внутри нет особых точек, это не траектория системы, то у нас вращение вдоль этой кривой – это ноль. Так, это ноль. внутри которого нет особых точек. Тогда вращение вдоль такого контура, не являющегося траекторией, не содержащего внутри себя особых точек, внутри смысла не в контуре, а в области, которая награничивает, тогда вращение вдоль него это ноль. Тут уже есть о чем вспомнить. Если у нас с вами рассматривается окрестность не особой точки, что мы знаем про устройство поля? Так, Лема, о ком была у нас с вами? Это слишком круто для нас. До этого. У вас есть не особая точка, как встроено поле в ее окрестности. Так, он понимает, что в окрестности особой точки его колбасит, будь здоров. А, не особая, ну как он видит? Я там одно слово пропустила, но первую букву я вам написал. Ну, самое первое, значит, все свойства были. Вообще динамических систем. В окрестности не особой точки у нас поле, собственно, выглядит как набор прямых. Ну, понимаете, что надо делать правильную замену? Да, если у нас есть не особая точка, то в ее окрестности у нас поле выпрямляется, так это называемым образом. Динамое выпрямление векторного поля. Собственно, если у нас внутри особых точек не находится, то у нас, если мы рассмотрим маленький контур, естественно, там просто очевидно, что он все в одну сторону направлен. Вот. Для больших, для деформации это, в принципе, тоже верно. Так. 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 Продолжение следует... Ну и вращения, соответственно, никакого не будет. У вас все время в одну примерно сторону направлен в итоге ваш вектор, сдающий поле. Вот вы обогнули вдоль этой садаптой кривой, и у вас фактически никаких оборотов не накрутилось. Гораздо интереснее ситуация, когда мы в качестве контура, вдоль которого мы измеряем вращение, рассматривается траектория системы. Забудьте. Забудьте. Тогда у нас вращение вдоль такой кривой это единица. Давайте тут подос. И внутри содержится хотя бы одна особая точка. Тут тоже, доказательство, не очень хитрэ, в чем оно заключается. Рассматриваем мы с вами данную территорию системы. Тогда у нас поле ведется не абы как, а касательное. Поэтому, естественно, оно совершает ровно один оборот при проходе вдоль этой кривой. Так как теперь f касательная гамма, мы получаем, что вращение в точности единичка. Из просто даже определения, которое мы выписали для вращения. А дальше мы понимаем, что раз хи гамма равна единице, то у нас противоречие третьим утверждениям внутри должна находиться особая точка. Те. Все. Все. Те. поэтому так сказать замкнутые у нас с вами территории просто так тоже на пустом месте не растут ну хорошо дальше нам с вами нужно ввести такое понятие как индекс план каре рассмотрим особую точку системы пусть гамма это какой-то контур который соответственно 3 будет содержать а можно конечно формально написать что до области а содержится области ограничиваем этим контуром вот индекс план каре точки это собственно говоря вращение воля вдоль этого контура причем неважно какой форма контур это может быть как кривая соответственно может быть может быть не траектория тут надо еще заметить что давайте в этой области средства к содержится при том это единственная особая точка доказывать следующее утверждение мы не будем просто это полезно знать и нам это сейчас потребуется дальнейшее рассуждение в принципе можно сделать замену координат рассмотреть просто линейную систему и честно посчитать индекс вращения но делать мы этого не будем значит если мы рассмотрим индекс план каре где а это у нас с вами либо фокус либо центр либо узел причем неважно устойчивый или неустойчивый если мы говорим о фокусах или узлах в любом случае индекс план каре таких особых точек будет единицей остается только одна точка из нашей классификации которую мы не посмотрели это седло вот там минус единиц ну тут можно еще сделать определенный вывод о том что претендовать на точку внутри единственное внутри замкнутого контура составляющейся траектории могут претендовать точки которые не седло но в принципе оно и логично просто по сути устройство поля либо там на самом деле может быть много такое тело как если что вот эту вещь доказывать вы можете рассмотреть всегда систему вот и сможете ламда 1 ламда 2 соответственно подобрать нужные параметры вращения уже по той мерзкой формуле которым вы описывали раньше просто честно его посчитать так 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 давайте продолжим это в качестве свойств рассмотрим гамма замкнутую кривую без самописчений внутри области ограничиваемой гаммы содержится конечное число особых точек можно я введу обозначение чтобы каждый раз написать вот если у нас есть гамма тогда будем определять гамма большим должность которой она ограничивает ладно чтобы каждый раз написал этот новый текст который так понятно в принципе о чем значит внутри гамма большого находится конечное число особых точек тогда вращение вдоль такой приводит сумма индексов фуанкаре находящийся внутри особых точек все Продолжение следует... Как доказывать? Сейчас покажем для случая размера C2, дальше можно обобщить. Случая размера C2 имеется для двух точек. Пусть N равен 2. Дальше можно припоиндукция, если вам захочется. Здесь у нас есть вот эта наша кривая гамма. Вот у нас есть одна точка, есть вторая точка. Если мы сейчас добавим вот такую кривую, Ну, как ее назвать? Ну, пускай будет черт. Ну, должен дельта. Если знаете более удачную букву, можете посоветовать. Давай просто вот так вот приводим. Ну, она просто разделит между собой, разделит с одной и другой точки. Можем назвать это, соответственно, вот верхнюю часть гамма-1, нижнюю гамма-2. Да, разделяющую особые точки. Теперь, соответственно, если мы будем говорить о том, что такое вращение вдоль всего контура, мы помним, что мы обходим положительное направление, то есть против часовой. Это с одной стороны, значит, вращение по половинкам, именно в таком направлении, в котором я нарисовал. А с другой стороны, мы можем рассмотреть отдельное вращение по контуру гамма и дельта с направлением вот сюда. И по контуру, соответственно, с направлением дельта вот сюда и по хигаммаде. Будьте здоровы! Значит, если мы рассматриваем, значит, вращение вдоль гамма-2 объединенной с дельта, кажется, все-таки что-то надо закрыть. У нас дует. Нет, видимо, получится. Ну, хотя бы чуть потише стало. Так. Значит, если мы с вами идем по гамма-2 и дельта, соответственно, опять же, в силу аддесивности, это у нас с вами и по гамма-2 плюс и по дельта. Но я уж не знаю, давайте вот это обозначим в направлении дельта плюс, это дельта минус. Без разницы. Надеюсь, вы понимаете, о чем речь, да? А с другой стороны, это что? А, давайте не так сделаем. Давайте мы, значит, за направление вот так, значит, вот в эту сторону мы назовем дельта, а в эту сторону будет как бы минус дельта. Тогда будет уже все корректно. Что-то у нас здесь с вами минус дельта. Да, если мы ее корректированно кривую рассматриваем. А с другой стороны, это в точности индекс по НКРе точки А2. Это же контур, который окружает только ее. Таким же образом мы можем расписать, соответственно, вращение поля уже по контуру дельта в положительном направлении с гамма-1. Значит, можем в другом порядке написать и получить принципиальную. А это индекс по НКРе точки А1. Ну и сложением добиваемся того, чего и хотели. Соответственно, теперь можно сформулировать утверждение про то, какие особые точки могут содержаться внутри замкнутой траектории системы. Я могу тут все стереть? Хорошо. Так, ну это тоже вроде не нужно. Надеюсь, поняли, что к чему. Значит, пусть гамма – это замкнутая траектория системы. Продолжение следует. Это альтерна ftb3. Тогда общее количество точек, находящихся внутри такой траектории, нечетно. И седел на единицу меньше общего числа оставшихся точек других типов. Сейчас даже увидим, откуда это берется. Ну, оно и понятно на самом деле. У нас вращение вдоль такой кривой единичка. А как мы видели, индексы у всех точек, которые не в седло, это единички, они положительные. А седло, соответственно, у него отрицательный. Это единственная точка, которая дает нам отрицательный индекс. Так, ну еще тут, давайте так, отвечающий цикл траектории, значит, звездочки. А внутри содержится конечное число особых точек. Потому что мы с вами знаем, в принципе, что теоретически можно рассматривать систему, у которых особые точки образуют многообразие. У нас с вами они изолированы. Содержится конечное число изолированных особых точек. Тогда общее число особых точек нечетно. А седел на единицу на дну. Меньше. Чем суммарно всех точек оставшихся типов. Не смешно, давайте, общего количества. Как правильное. Поехали. Поехали. Спешим. соответственно пусть у нас с вами это общее число особых точек м водил ватика узлов плюс фокусов плюс центру соответственно мы с вами знаем что с одной стороны значит хи гамма равно единице у нас такое с вами был свойство четвертое а с другой стороны понимаем что это сумма индексов анкаре можем позволить себе зуммировать 1 по m ты соответственно седла с m плюс 1 до н ты это на смуты остальные точки шок контент получаем минус m плюс соответственно к соответственно что мы получаем ну во первых их нечетное количество просто потому что у нас сумма индексов анкаре это единица они бывают либо плюс 1 либо минус 1 можно же отсутствует о том что общее количество точек нечетно положение равновесия и здесь собственно мы получаем что а минус m это 1 ну кажется что и требуется доказать что у нас общее количество седел на единицу меньше чем количество всех остальных типов это все что касалось соответственно вращения что вопрос какой то если есть давайте зададим потому что сейчас дальше пойдем посмотрите у вас индексы в отлива плюс или минус 1 если у вас их было четко вас просто нобрый липсом получил учетным любого нулем вот соответственно еще раз за того что у них у всех да мы понимаем что индекс план каре а это вы равен плюс минус 1 вариантов не остается 0 число тоже четное поэтому можно было даже отдельного не оговаривать довольно несложно если мы знаем непосредственно чему равны индекс план каре с оба точку ну и так мы еще раз понимаем что у нас с вами вообще и замкнутая траектория и идеальный цикл как в частных случаев просто так вакууме не возникают внутри нужна особая точка хорошо теперь будет не очень тривиальный концепт давайте попробуем с ним справиться привет когда будет без пяти давайте 4 скажите мне пожалуйста а а а а а а а а а и и функции последования господи это отображение план кары о чем это все вообще говоря наш цель это в итоге показать 6 нас есть предельный цикл еще предельно множество то к нему соответственно если да у вас там предельно нужно 30 за 2 точки это один разговор а если все-таки это полноценный вот такое точечное множество то к нему траектории предлежать приближается сперли виду то есть вот те картинчики которые мы для цикла прессовали вот они сильно сперли виды никак по-другому соответственно чтобы показать используется следующие соображения можно в принципе такую разделяющую кривую построить и не в окрестности соответственно предельного цикла можно в окрестности него чтобы может быть чуть понятнее было если мы с вами рассмотрим предельный цикл и проведем отрезок а так чтобы ни в одной его точке поле его не касалось можно на самом деле проводить целую прямую но пока ограничимся отрезка напоминаю что мы все еще в 2d и вот здесь все это и будет важными что отработать 2d то есть и мешки бедексона которые у нас дальше будут и вот все эти отображения они именно на плоскости соответственно в пространстве там уже чуть хитрее хотя тоже есть налоги давайте установим это так это и так что ни в одной его точке поле не будет являться касательной к нему это даже может быть не полноценная отрезка вообще еще раз просто какая-то кривая поэтому давайте может отрезать возьмем если отрезок что просто чуть удобнее его сдавать на самом стрессе мы принципе такой концепт можем сделать в любой точке поля в любом месте не важно применить цикл или нет что нас будет интересовать мы подложим что у нас есть некая траектория которая пересекает вот это наш отрезок либо прямую L это у нас какая-то x от t x0 ну вот есть какая-то точка соответственно x1 который на самом деле это x от t1 x0 вот если мы уже говорим про пересечения да там фиксируется момент времени в котором происходит фиксируется точка на плоскость через которую проходят пересечения как-то траектория продолжает двигаться дальше какие возможны случаи ну в принципе если мы в каком-то ровном месте рассматриваем такую кривую может так случиться что у нас наша траектория никогда больше не пересечет вот кусочек этот отрезок а может случиться что пересечет соответственно может это произойти каким-то вот таким образом если это происходит в окрестности наши исходные точки понятно что поле имеет тоже направление и это будет не как-то вот не вот так происходить да значит так а потом вот так а тогда мы видим и находимся в окрестности какой-то особой точки чтобы такое произошло вот мы такие случаи не рассматриваем мы непосредственно и близости особых точек не будем сейчас смотреть соответственно если у нас вот такое движение происходит то очевидно дальше поскольку уже кривая не может сама себя пересечь то она закручивается и внутри у нее окажется либо предельный цикл либо соответственно особая точка вот такая штука называется мешком бензексона когда начинает закручиваться внутрь себя вот если наоборот у нас получилась какая-то вот такая ситуация начать раскручиваться и уходит все дальше 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 вот этой потенциальной либо основой точке либо цикла предельного то соответственно мы уходим из мешка бензексона вот значит внутри предельный цикл и просто особая . можно еще иметь ввиду что мы рассматриваем вот эту вот так что в себе не содержит особых точек потому что иначе у нас не получается это вот теория с тем что нет подворота поля соответственно вот если мы честно рассмотрели отрезок который в одном только вместе пересек предельный цикл то вот разговор о мешке бензексона принципе правомерен да если мы запускаем здесь траекторию а неизбежно поскольку мы находимся в окрестностях предельного цикла где-то рядом с вот этой точкой пересечения x1 будет пересечка пересечения x2 вот дальше вопрос она будет ближе к предельным цепи или дальше от него соответственно дальше мы с вами можем ввести вот ту прекрасную функцию последование которая обозначена в заголовке для этого нам нужно будет ввести систему координат на вот этом отрезке если мы рассматриваем в окрестностях предельного цикла вот такой отрезок можем вот эту точку обозначить x0 давайте координату ее мы обозначим введем на отрезке систему координат принципе систем карнат на самом деле не с отрезком а с прямой который проходит через этот отрезок на еще раз на вся прямая не нужно устик с 0 единственная точка пересечения l с предельным циклом вот имеет координату а x1 точка пересечения нашей какой-то траектории давайте ее пока фибозначим соответственно вообще да это на что ну так что x с волной это у нас с вами x выпущена x1 точка пересечения траектории фи с л имеет координату а1 еще раз поскольку мы находимся в окрестностях предельного цикла у нас так или иначе траектория будет вынуждена где-то еще пересечь и пересечь соответственно соответственно нашу кривую l вот пускай это делает точка соответственно x2 с координатой а2 остается вторая точка пересечения фи с л ее координатой а2 мы можем так конечно много расписывать дальше действий но у нас что получается значит сначала а точка x1 ну . x2 x3 и так далее xn и координатых точек а ну а1 а2 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 а3 и так далее вообще говоря вообще говоря мы можем рассмотреть функцию причем она по сути будет скалярной которая определяет в какой точке в следующий раз у нас с вами пересечет наша траектория отрезок l вот это называется функцией последования которая определяет координату следующей точки пересечения с кривой l отрезок или отрезок или отрезок 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 То бишь, как она работает? Если у нас зафиксирована какая-то точка X1 с координатой A1, то обязательно Psi от A1 это A2. Psi от A2 это A3. И так далее. Она называется функцией последования, что, собственно, она вам говорит о том, а куда вы движетесь вдоль этой кривой с точки зрения пересечения ее в вашей траектории. Соответственно, конечно, если цикл устойчивый, то у вас функция последования будет сводиться к значению A0, если, соответственно, цикл неустойчивый, с нужной стороны вы от нее уходите. И, кстати говоря, сразу можно сформулировать утверждение о том, что если мы смотрим вот эту вот точку A0, которая является точкой пересечения предельного цикла, ну, в принципе, циклической траектории с таким отрезком, то про нее с точки зрения в поиск функции последования можно кое-что сказать. Координата точки пересечения замкнутой траектории с L то неизбежно должно выполняться что? Где мы в следующий раз пересекаем нашу кривую L, если мы ее пересекли в точке с координатой A0? Вы же не слушали. Да, спасибо. Это видео. Говорите громче. Все хорошо. Да, действительно. То есть вообще, на самом деле, вот для такого отображения неподвижными, конечно же, точками являются, соответственно, точки пересечения с замкнутыми траекториями. Вот, собственно, в этом основная идея концепта. Вот то, как вводить систему координат, конечно, зависит от одного конкретного случая. Мы, в общем, будем, соответственно, исследовать, вообще говоря, в общем виде этот концепт применять. Мы никогда явно видеть никакую там силу писать не будем. Вот. Заметите, что у нас получилось с вами дискретное отображение. Мы нашли у него особую точку, смогли ее как-то интерпретировать. Соответственно, если, в принципе, где-то в области пространства привели, опять же, такой отрезок, соответственно, ввели функцию последования. Вот. Да, кстати, тут, значит, важно еще сказать, что все определены, если поле не меняется на L. если поле не меняется знак на L. Потому что если меняется, то, кстати, происходит разворот, там нехорошо. там уже с однозначным отображением нехорошо получается. Значит, мы с вами ввели функцию последования, а отображение PON-CRE это следующая вещь. Сейчас только я индекс проверю. ПО-НЕРСВЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Просто в силу того, как мы пересекаем этот отрезок. Смотри, устройство. Мешков пендиксонов. Вот. Так, что у нас по времени? Угу. Хорошо. А вот видите как? Мы же ее действуем между координатами, которые заданы на этом отрезке. Поэтому действует из РБР. Конечно, да. Ну, по сути, понятно, что если вы знаете отрезок, знаете координат на нем, вы ее устанавливаете уже в пространстве Р2. Вот. Но еще раз, вся идея завязана на том, что мы с вами проводим некую кривую, выбираем в ней часть, можно отрезок для простоты, соответственно, и смотрим, в каких точках этого отрезка у нас с вами пересекает траектория. Это тот самый отрезок. Соответственно, поскольку у нас с вами отображение, которое мы здесь рассмотрели, дискретное, что, ничего не видно? Хорошо. Поскольку отображение дискретное, то мы с вами сможем даже сформулировать, соответственно, условия устойчивости предельного цикла. Ну, даже не знаю, куда бы это утверждение записать. Можно запишу его здесь, вас не запутают? Я знаю, что с этим начну хорошо стирать. Давайте утверждение, может быть, 2. Утверждение 1. И, соответственно, чтобы гамма была устойчивой цикла, необходимой достаточно, чтобы у нас, соответственно, производная нашего отображения Пси-штрик Асмой гвоздой была, по-моему, для меньшей единицы. Ну, в принципе, даже догадываемся, откуда это свойство берется. Мы с вами дискретная система достаточно долго, целых два дня исследовали, чтобы знать, что это, собственно, и есть устойчивость. Вот. Вернее, наверное, даже не так. Вот, честно, будет написать вот так, чтобы уж без озрения совести. Ну, хотя и в эту форму. Так-стан. Так. Это мы поговорили про, соответственно, функцию, последовательную функцию Панккары. Да, потому что если у нас больше единиц, тогда устойчивости не будет, соответственно. Вот. И все равно нулю, понятно, что тут надо смотреть. Ой, не равно нулю, а равно единичке. Как вы понимаете, это наше ограниченное значение. Вот. Теперь вернемся к системе лодковольтера. Немножко по ней упорим. Значит. Замечание. Сейчас мы смотрим все штыки. А, с этим не строим. Ну, что-то не случится. Предельный цикл у меня устойчивый. Сейчас попробуем всю эту замечательную теорию применить к, соответственно, системе лодковольтера в общем случае. Там общий случай имеется в виду, что у нас взаимодействуют два вида, но мы не утверждаем, кто из них ищет, кто жертва. Вот там могут быть разные коэффициенты. Вот. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. так рассмотрим такую систему у 1 с точкой это у нас будет с вами у 1 на r1 плюс 1 1 у 1 плюс 1 2 у 2 и у 2 с точкой это у нас с вами 2 r2 плюс a211 вот тут важно отметить что мы уже ничего не утверждаем заранее в утверждении про знаки наших коэффициентов на то она и общая понятно что когда мы какую-то отдельную вариацию модели рассматриваем конечно что фиксированы но мы рассмотрим с тем в общем случае нам сейчас несут принципиальные знаки соответственно это у нас либо зарождаемость либо за смертность эти двое за что вообще конкуренция да вот ну может это более хитрый закон когда вы говорите что она еще начинает пропорционально плодиться лучше начинает это очень подозрительно но в принципе такой может быть а вот соответственно взаимодействие двух видов кто кому жертва кто кому хищник и тому подобное окей соответственно будем смотреть такую систему и наша цель сегодня доказать что у нее нет замкнутых траекторий по принципу гражданской траектории по максимуму бить давайте все таки не способствовать сэрра не имеет предельных цепок соответственно давайте сначала рассмотрим лему который будет утверждаться что если у нас с вами есть первый интеграл который сдает замкнутые траектории то у системы не будет предельных цифров так и еще и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас волной такое, что оно отличается от 0, не больше, чем на Epsilon. Продолжение следует... Продолжение следует... А как мы с вами знаем... У нас в определении предельного цикла просто значится, что у нас не должно быть в малой окрестностях других санктов траекторий. Поэтому такая траектория не может быть предельным циклом. Продолжение следует... Мы будем использовать для того, чтобы показать, что либо у нас дивергенция будет знак постоянно, либо мы с вами найдем первый интеграл. В любом случае у нас у исходной системы предельного цикла не будет. Что будем делать? Значит, если... Можно... Можно, но мы сейчас будем делать хитрую штуку, переход к эквивалентной системе с очень специфическими функциями. Вот, на принципе, можно упаковывать. Давайте сначала вообще... Соответственно... Поймем, как устроены особые точки такой системы. Пусть гамма это замкнутая траектория нашей системы... По тюрьме Пуанкаре, которую мы до этого доказывали, ну, вообще по свойствам давайте, соответственно, вращение. У нас внутри есть особая точка. Понятное дело, что у нас есть... 0, 0, 0, вот чтобы она была изолированной, нам что нужно? Ну, дальше не обязательно 0, 0. Поняв, что есть 0,0, значит, откуда у нас еще могут быть особые точки? Соответственно, 2,2 равно минус 1. А2,1,1 плюс А, А2,2 равно минус R2. Соответственно, если определитель не вырожден, то у нас будет единственная точка. А мы с вами знаем, что если точки две, и они изолированные, то они обе внутри одной траектории лежать не могут. Мы знаем, что общее количество точек, находящихся внутри траектории, нечетно. Это когда, значит, когда у нас с вами приблизитель. Не вырожден. Значит, внутри гамма есть только одна особая точка. Так. 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 Мы с вами можем рассмотреть топологически орбитальную эквивалентную систему путем на удолжение правой части на один и тот же множитель. Какого сорта? Соответственно. Конечно, альфа и бета должны быть больше нить, но сейчас посмотрим. Значит, рассмотрим мю от у1, у2, наверное, может быть, x, y было бы более уместным, но ушла от у2. Соответственно, у1 степени альфа минус 1 на у2 степени альфа, ой, бета минус 1. Мы с вами сейчас находимся, соответственно, в R2+. Поэтому у нас, в принципе, и любые альфа бета допускаются. Вот. Понимаем, что этот конструкт, он вообще говоря, положительный. Вот. Перейдем к топологической орбитальной эквивалентной системе. Сколько у нас времени нужно, чтобы сделать этот замечательный переход? 5 минут. Ну, туда переходим, видимо, и пытаемся рассмотреть, насколько успеем. Перейдем от треугольника. Так, опять минут до 4 смысла? А, о, ну, это началось еще 10 минут. Хотите, я вас еще раньше отпустили, просто хочется сделать логическую точку. Перейдем от треугольника к топологической орбитальной эквивалентной системе. Ау. Внутренность. Ну, если у вас ушко равна нулю, там еще и, прости господи, не под всякие альфа бета это вообще подоставлять-то легально. Вот. Но если мы во внутренности, то как бы все нормально. Лему запомнили? Ну, еще раз, несложно, что если у нас есть, мы бы нашли первый интеграл, то все, с замкнутыми траекториями можно попрощаться. Так, значит, какой бит будет иметь систему? Я сейчас, эти, у 1, у 2 замену на x, y, чтобы писать было поменьше. Значит, x точка, это у нас с вами будет x степень альфа, x степень бета минус 1, соответственно, альфа. Почему? Потому что мы у 1 заменяем на x, у 2 на y. Соответственно, у нас там есть еще у 1 в 1, и он, соответственно, этот альфа минус 1, у него часть отберет. r1 плюс а1, 1, x плюс а1, 2, y, y с точкой, это у нас с вами x степень альфа минус 1, это теперь уже y степени бета. и здесь остается r2 плюс а2, 1, x плюс а2, 1, y. Вот. Мы можем с вами посмотреть на дивергенцию, и тогда, если она окажется знакоопределенной, то это будет свидетельствовать о том, что у нас с вами нету замкнутых траекторий в области, где дивергенция знакоопределена. Давайте вот так обозначим. Выглядит не шибко приятно, но что делать? Так, значит, еще раз второе слагаемое, которое отсюда выходит, значит, плюс а1, 1, x степени альфа, y степени бета, минус 1, плюс, соответственно, бета на x степени альфа минус 1, y степени бета минус 1, второе мышкостей, и плюс, соответственно, а2, 2, x степени альфа минус 1, y степени бета. Значит, что мы можем сделать? Можем, конечно, x степени альфа минус 1, бета минус 1 потащить за скобку, смотреть, что внутри образуется. Вот. Но, наверное, можно сделать какой-то более хитрый ход. Да, надо пригруппироваться с ладоемой. Хорошо. Что у нас получается? С одной стороны у нас получается вот эта вещь плюс бета x плюс 1, 2, 2, y плюс, соответственно, вот эти слогаемые. Альфа минус 1, x плюс а2, 2, y и альфа, а. Теперь можем загруппировать слагаемые при хах и у, посмотреть, что будет. Смотрим. x степени альфа минус 1, y степени бета минус 1. Если мы х потащим на скобку, то здесь что будет? Альфа а1, 1, это отсюда. Отсюда образуется бета а2, 1. и просто аа1. Соответственно, с и греком что у нас получается? У нас образуется альфа а1, 2, плюс бета а2, 2, и плюс, да, все нормально, плюс а2, 2. И, наконец-то, есть еще два слагаемых, соответственно, альфа r1 плюс бета r2. Сколько там осталось? Две минутки осталось, но ничего. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем сделать так, чтобы скобки при хах и ухах обнулились. Тогда у нас на знак всего выражения будет влиять альфа r1 плюс бета r2. И это и будет определять знак дивергенции. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И внутри этой области мы понимаем, что если эта вещь не равна нулю... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...